Девушки отдыхают Девушки отдыхают Первые северокорейские солдаты уже попали под обстрел в Курской области. Об этом сообщил глава Украинского центра противодействия и дезинформации Андрей Коваленко. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего на территории российского региона уже находятся около 11 тысяч военных из Северной Кореи. Был сегодня также отдельный доклад ГУР и службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение количества северокорейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению. Госдепартамент США пригрозил Москве последствиями за сотрудничество с Пиньяном. Мы по-прежнему сильно обеспокоены партнерством между Северной Кореей и Россией. Как мы уже говорили, мы ожидаем, что скорее всего они вступят в бой против украинских сил, и если это произойдет, то они будут законными военными целями. На фоне этих заявлений Путин встретился с главой МИД Северной Кореи, которая называла войну России против Украины священной. О чем конкретно шли переговоры, неизвестно. Агентство Интерфакс отрепортовало, что глава северокорейского МИДа передала Путину самые теплые пожелания от Ким Чин Ына, а Путин попросил передать ответные пожелания. О других подробностях не сообщается. Грузинская оппозиция объявила о начале ежедневных акций протеста, которые должны охватить не только столицу, но и всю страну. Главная цель – добиться отмены результатов парламентских выборов и назначения нового голосования. О стратегии протестной кампании оппоненты действующего правительства заявили в ходе многотысячного митинга, который прошел в Тбилиси накануне поздно вечером. Наверное, уже весь мир в курсе, что выборы, которые провели в Грузии 26 октября, были сфальсифицированы разными способами. Это было запугивание, подкуп, и мы сегодня стоим здесь, потому что мы не собираемся смириться с этим. Мы самые упрямые люди в Грузии, которые не согласны с таким положением, и говорим об этом. Главное – до конца оставаться на поле битвы, а не рассуждать о том, победим мы или нет. Главное – бороться до конца. Нас обманули и ограбили. Это российская власть, и она должна уйти из Грузии. Грузинский народ должен управлять своей страной. Мы стоим тут ради свободы. Мы должны заново добиться свободы и независимости для нашей страны. Лидеры оппозиции предлагают действовать вместе по нескольким направлениям. С одной стороны, максимально доносить до всех граждан Грузии, какие механизмы были использованы для искажения итогов выборов. С другой – объединить усилия на международной арене, добиваясь поддержки от лидеров Европейского Союза и США. Очередная уличная акция протеста пройдет в Тбилиси сегодня днем. Затем, как развивается политическое противостояние, продолжает следить наш специальный корреспондент в Грузии. Все подробности уже в вечернем выпуске. Стали известны первые итоги президентских выборов США в коммуне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Из 12 жителей поселения отдать свой голос пришли шестеро. Об этом сообщает телеканал CNN. Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса. В населенном пункте оглашают результаты сразу после полуночи. Традиция была введена в 1960 году местным жителем Нилом Тилотсоном. После его смерти выборщики бросают жеребий, чтобы определить первого голосующего. Происходящее на избирательном участке обычно транслируется в прямом эфире ведущими телеканалами США. Американская розетка ФБР и агентства по кибербезопасности заявили о попытках России вмешаться в выборы президента США. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств. Американские спецслужбы считают, что некоторые иностранные государства, в частности Россия, проводили дополнительные операции, цель которых подорвать доверие граждан к честности выборов и утилить разногласия среди американцев. В ближайшие недели такие попытки могут лишь усилиться, отмечается в заявлении. Россия является наиболее активной угрозой. Влиятельные субъекты, связанные с Россией, в частности, производят видеоролики и создают фейковые статьи, чтобы подорвать легитимность выборов, внушить избирателям страх относительно избирательного процесса. Ранее западные разведки заявляли, что подозревают российское главное разведывательное управление в планировании поджогов на самолетах, направляющихся в США и Канаду. Как пишет Wall Street Journal, в рамках этой операции произошло возгорание посылок на складе DHL в Англии и в аэропорту Липцега. Целью инцидентов могла быть проверка способности устроить пожар на борту, особенно в грузовых и пассажирских самолетах, летящих в Северную Америку. По подозрению в подготовке диверсии, польские силовики задержали четырех человек. Их личности не раскрываются. В Кремле обвинения назвали, цитата, необоснованными инсинуациями. Сотрудники Boeing завершили почти двухмесячную забастовку, согласившись на предложение компании повысить зарплату. Об этом сообщает агентство Reuters, отсылка на профсоюз работников авиапредприятия. За новый контракт, который предполагает повышение заработной платы почти на 40%, в течение четырех лет проголосовали более половины членов профсоюза. Изначально компания Boeing предлагала увеличение зарплат рабочим только на 25%. Достигнутое соглашение должно укрепить позиции авиаконцерта, который в последнее время переживает серьезные финансовые проблемы. Однако после соглашения о повышении зарплат компания объявила о сокращении штата на 10%. Работы лишатся около 17 тысяч сотрудников Boeing. В левом нижнем углу вы видите QR-код, который ведет на наш телеграм-канал «Вот так эксклюзивы». Это канал с нашими разборами и уникальными новостями. Если же вы смотрите наш выпуск на ютюбе, поддержите нашу работу. Поставьте лайк под этим видео, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал, если для вас это безопасно. 16 лет колонии строгого режима и штраф более 3 тысяч долларов. Такой приговор Свердловского областного суда в отношении инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова по статье о госизмене. Процесс прошел в закрытом режиме. Судебное разбирательство в Екатеринбурге вел судья Андрей Минеев, ранее рассматривавший дело американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. В начале октября суд вынес приговор в отношении жены Данила Мухаметова, 12,5 лет колонии по аналогичной статье. Супругов обвинили в передаче украине секретных данных, которые могли бы навредить российским военным. Мухаметов признал вину частично, а его жена пошла на сделку со следствием и признала вину полностью, сообщив о передаче неких чертежей украинской стороне за вознаграждение примерно в тысячу долларов. 601 дело возбудили российские силовики по статье о терактах с начала этого года. Это рекордное количество, пишет издание «Верстка», ссылаясь на данные доклада ведомства. Журналисты отмечают, что статистика начала расти с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Ведь до него количество терактов не превышало полсотни. За первый год войны таких дел было 127, а уже за второй увеличилось в три раза. Это связано с тем, что к терактам российские власти причисляют поджоги релей на шкафов и военкоматов, а также попытки это сделать. К такой форме антивоенного активизма часто прибегают с начала полномасштабной войны России против Украины. В качестве терактов силовики квалифицируют также действия украинских военных. Вооруженные силы Швеции наложили вето на строительство 13 морских ветряных электростанций в Балтийском море. По мнению военных, оно несет неприемлемые риски для безопасности страны из-за угроз со стороны России. Из 14 запланированных на восточном побережье электростанций только одна получила одобрение. Правительство решило отказаться от строительства 13 морских ветряных электростанций в Балтийском море, потому что их строительство окажет неприемлемое воздействие на интересы обороны. Министр обороны страны, в свою очередь, отметил, что безопасность в Балтийском море для Швеции вопрос чрезвычайно чувствительный. А морские ветряные электростанции могут препятствовать деятельности подводных лодок и способности реагировать на любые приближающиеся ракеты. Напомню, российский Калининград находится всего в 500 километрах от Стокгольма. Европа готовится к празднованию Рождества. На Оксфорд-стрит, самые оживленные улицы Лондона, включили знаменитые рождественские огни. Более 300 тысяч фонарей продолжат освещать ее до начала следующего года. С 15 ноября засияют рождественскими огнями также более 32 улиц Вены, столицы Австрии. А 18 числа в Германии начнут работать рождественские ярмарки. К зимним праздникам вовсю уже готовятся также Польша, Чехия, Швеция. Давайте посмотрим, как изменились европейские столицы за последние дни. Субтитры создавал DimaTorzok На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. В студии для вас работала Полина Евставьева. Оставайтесь вот так и до встречи завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова